Антиамериканская внешнеполитическая кампания Кремля из последних ресурсов набирает обороты. Усилия ФСБ направлены на создание хаоса внутри структур американской власти, деструкцию единой позиции всех ветвей и обеих партий по РФ и санкциям. Точно так же российское вмешательство в выборы имело целью не обеспечить победу того или иного кандидата, а посеять сомнения в легитимности любого победителя, как у сторонников, так и у соперников. Ну и создать рычаг для шантажа. С двигателями корейских баллистических ракет ситуация та же самая. Спровоцировать конфликт и скандал, разрушить единую антироссийскую позицию Соединенных Штатов Америки. Мол вот, вы принимаете решение о финансовой и военной помощи Украине, отстаиваете ее интересы санкциями, а они поставляют двигатели для ядерного удара по вам. Бросайте вы это гиблое дело, отменяйте санкции и восстанавливайте отношения с такой нужной и хорошей Россией вместо никому не нужной предательницы Украины. Вот только времени и ресурсов для формирования полноценной и хотя бы отдаленно правдоподобной легенды не хватило. И источник, и методы очевидны для всех. Четко прослеживается, откуда растут и рога, и копыта, как поставок химковских старых ракетных двигателей, так и мотивирование корреспондента, или и редактора, ЦРУ вместе с ФБР разберутся, на такую почти правдивую статью. Подумаешь, всего-то выпустил пару тезисов из доклада. Так он длинный, в статью все не помещалось. И не виноватая я, что оставленные тезисы совершенно случайно формировали утверждение, что эта Украина при президенте Порошенко, то есть прямо на фоне антироссийских санкций и поддержки Украины финансами, инструкторами и техникой, продала Северной Корее именно южмашевские двигатели для ядерных ракет. Но думаю, это действительно теперь работа американских спецслужб, и расследование, и увольнение, и ноты протеста, и усиление антироссийских санкций, несмотря на то, что следы русские постарались замести хотя бы в одном, поставили двигатели Пхеньяну через черный рынок. Причем подозреваю, что именно поставили, а не продали. Конкретно с далеко идущими антиамериканскими политическими целями, а не ради какого-то заработка. Да и сколько на голодающих коммунистах заработаешь. И прочий огонь и гнев. Америка от этого скандала только выиграет. Больше антироссийских санкций, больше свободных ниш на мировом рынке. А еще на кремлевские денежки можно наложить, если не лапу, то арест временный. Только до торжественного выкидывания синей тушки кремлевского карлика на ближайшую свалку, к недодавленным сырам и хамону. Власть только сплотится. Обе партии Конгресса еще больше объединят усилия в противостоянии российским провокациям. Трампа вообще спеленает по рукам и ногам, не оставив ни сантиметра свободы более мягкого в отношении Российской Федерации маневра. Американское общество это тоже консолидирует. В 2009-м было 68% тех, кто считал РФ угрозой Америки. В начале августа 2017-го уже 80%. А после того, как история с химковскими ракетами получит соответствующий резонанс, их станет ближе к 100%. До нынешних ядерных угроз Северной Кореи, напомню, ее считали угрозой для себя 93% американцев. Думаю, к сентябрю цифры по РФ и КНДР сравняются где-то в районе 99%. Что, среди прочего, поможет в преодолении наметившегося расового конфликта. А то, что выиграет также и Украина, военной поддержки прежде всего, формирование новых и увеличение и дооснащение старых военных контингентов НАТО и непосредственно США по периметру России, пойдет в качестве моральной компенсации за полсуток нервов из-за статьи в Нью-Йорк Таймс. Вообще-то Америке после таких новостей можно слегка выдохнуть и еще более ужесточить риторику в отношении к НДР. Хотя куда уж жестче, дальше уже только матом. Ракеты на двигателях, клепанных рукожопами и скрипоносцами в Химках, долетят разве что до ближайшего поселка, как это обычно бывает на российских учениях. Как там в анекдоте про Гомельдрев? Химки-маш? Тафай-тафай! КОНЕЦ КОНЕЦ